В Кирове возрождается футбольный клуб «Динамо», который закрылся из-за финансовых трудностей еще в 2018 году. Прямо сейчас с новостями спорта Даниил Гухман. Пока у кировского «Факела» происходят изменения в календаре, у любителей футбола есть возможность насладиться матчами возрожденного «Динамо-Вектор». Напомню, матч «Факела» с текстильщиком «М» из Иванова принесли с 9 сентября на 10 октября по просьбе гостей. Ну а в это время кировский футбольный болельщик мог насладиться матчем заново сформированной и созданной команды «Динамо-Вектор» против «Кировского прогресса». Конечно, матч сложился не в пользу игроков «Динамо-Вектор», но все же был очень захватывающим и с большим количеством голов. А также все любители футбола смогли увидеть два крепких коллектива и лучших игроков области в их составе. Нам удалось пообщаться с руководителем «Динамо-Вектор» Виктором Савиных. План у команды грандиозный. Команда очень амбициозная и все ребята стараются. Основной целью является выход в третью лигу МФФ «Золотое кольцо». Следующий матч «Динамо-Вектор» проведет ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Ну а в любительской футбольной лиге «Девятка ТВ» Кировской области очень много всего интересного обо всем поподробнее. После удачной поездки на чемпионат мира в Сочи ФК «Эрида» было принято решение начать чемпионат по женскому футболу. Заявилось шесть команд. ФК «Эрида» Зуевка, Медицинский университет, Советск, женский футбольный клуб «Динамо-Киров», «Лапули» в бутсах и «ФК «Энерджи». А это говорит лишь о том, что в будущем наши девушки будут выступать на более высоком уровне. Нам удалось пообщаться с тренером ФК «Эрида» Виктором Аникеевым. С девушками работать сложнее, но все-таки интереснее. Они были ответственные и преданные, играют в более интересный, нежесткий, пластичный футбол. С мальчиками-юношами и со взрослыми работал и работаю даже сейчас. На данный момент девушки просто хотят играть в футбол, а если еще получится побеждать, все будут очень довольны. На сегодня у меня все. Смотрите футбол, любите футбол. Александр Брызгалов, Данил Гухман с новостями спорта.